Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что же, ежедневные награды за Лигу Сабураев 2 звезды я забираю с превеликим удовольствием. Так, зайдем в задание, заберем ревард, открыть колоду. Да, это нам нужно сделать в первую очередь. Давайте посмотрим, кто нам здесь выпадет. Крысиный король, 100 пудов, я уже вижу поля его шляпы. Так оно и есть. Так, ну что, друзья, забираем здесь ревард и поднять урон персонажа, и сразиться нам нужно в боях. Но мы драться с вами не будем, мы будем делать немножечко другое. Так, Рафаэль, что нам нужно найти для того, чтобы прокачать на шестую ступень больше никаких нежностей? 20 комиксов, елки-палки, 20 штук. Ладно, начнем здесь. Здесь комикс называется Чувак, по-моему, да? Или же нет? Вроде бы именно этот комикс нам и нужен. Так, здесь нам не дали, к сожалению. И здесь тоже. Так, 3 сложных боя мы с вами провели, теперь остается 7 легеньких. Я так чувствую, комиксов нам не видать как своих ушей. А нет, смотрите, второй комикс нам достался, а нужно 20. Да, вы представляете, сколько мне придется его искать. Так, 3 выпадает. Очень-очень тяжело почему-то именно выпадают нам комиксы. Всякие баночки, пробирочки, да, выпадают легко, а вот комикс не хочет. Тыква, ну какая же это, ребята, тыква, посмотрите. Насколько я помню, это бутылочка, куда обычно набирают воду или саке, или еще что-нибудь, да? Чтобы попить, но никак не тыква. Нашли мне тоже тыкву. Так, друзья, у нас с вами заканчиваются, кстати, телепорты. Но зато у нас много денег, и мы можем с вами купить, наверное, аж сразу сколько? 250 штук, да. Я думаю, стоит раскошелиться и купить 266 телепортов. Вот это уже другое дело, друзья. Так, ну что же, мы, по-моему, с вами выполнили, да, задание. Давайте заберем реворд, ну и поднимем, в конце концов, уровень персонажа. У нас с вами, ой, мутагенов-то почти 7 тысяч, этого мало. Я боюсь, даже на Донателло не хватит. Да, тут нужно 13 тысяч мутагена. Хм, а кого тогда будем апать? Паукуса, мне кажется, и на него даже не хватит. Наверное, мы сделаем с вами... Вот, пульверизатор, или Тимми. Да, на него как раз хватает. 52 уровень он получает, и мы с вами отправляемся, наверное, на ареночку. Начнем с нее, и потом будем проходить оставшиеся испытания, которое у нас называется «Городская война. Свет в темноте». Да, именно на нем мы вчера остановились. Ну что же, не очень такие хорошие бойцы нам тут будут даваться. Так, мне нужен Шархан, этого будет на эпизоде 7. Давайте хотя бы глянем, кого нам здесь вообще дадут, какую команду. А то, может быть, и заморачиваться не стоит. Ох, ребятулечки, смотрите, вся имба практически, да. Это уже радует. Ну что же, тогда мы начнем, пожалуй, с турнирной арены. Так, я вот агента весь тут заработал. Да, тут у меня все тип-топ. Лига Самураев, одна звезда, оказывается, да, но 13 ранг. То есть, велика возможность нам быстренько подняться, наверное, на 3 звезды в Лиге Самураев. Так, давай начнем. Тут у нас Илона, Давид и Джульен. По кубкам у нас все одинаковые. Я, наверное, начну с Давида. Так, 37 уровень тут максимальный, даже 38. Слушай, ну сейчас мы повеселимся с вами. Будем тогда делать, знаете, каким образом. Я буду брать, наверное, 30 уровней. Но мне придется для этого брать с собой Леонардо в команду. Для чего? Ну, сами понимаете, да. Леонардо будет сейчас просто их всех ложить с одной вертушки. А мы с вами будем получать кубки, которые нам, в принципе, и нужны. Ну-ка, давай посмотрим. Да, они все упадут сейчас, смотрите. Хоп, 37 уровень. Мы можем 57-х положить с одной вертушки, а тут 37-е. Для него это просто как, знаете, как два пальца об асфальт. Ну что же, неплохо. Мы сразу поднимаемся в Самураи 2 звезды. 89-я позиция. И я думаю, что вот таким вот макаром мы сейчас с вами, наверное, и поднимемся до Лиги Самураев 3 звезды. А может быть, даже и до Сёгуна доберемся. Так, тут у нас Мин. Я смотрю, у него 41 уровень максимальный. Наверное, мы будем его бомбить. Так, раз, два, три, четыре. Естественно, нам придется с вами потратить немножечко откатов. Другого, как говорится, варианта нету, чтобы использовать Леонардо постоянно. Но я думаю, что лучше сейчас бустануть, да, чем потом еле-еле подбираться, как говорится, к высоким рангам. Ну что же, все как обычно, идеальная победа. Можно сказать, да, что я играю немножко нечестно. Но зато быстро. Тут, знаете, как бы на честность особо уповать не стоит. Нам нужно подниматься по рангу. Так, Сахайл, Ганг и Светлана. О, Светланочка. Что-то родное, да, затаилось у нас тут. Поэтому я буду брать именно ее. Донателло, Бибоб, Ксевер и Мутагиноид. 40-е уровни, кстати, можно будет следующий бой, если тоже будут 40-е, сыграть уже без Леонардо. Но я почему-то думаю, что нас там сольют. Как бы очень рискованно. Вы тем более знаете, что эти маленькие, как говорится, слабенькие персонажи у меня не прокачаны. Даже вот скиллы. Просто элементарно не хватает Мутагина. Все это летит у меня на высокоуровневых персонажей. На Леонардо, на Рафаэля, на Рокзара, на Баксера Стокмана. Ну, никак не на маленьких. Так, что у нас тут? Патрик, Хелен и Стефан. Ну, я думаю, что мы возьмем, наверное, с вами Патрика. Вот так. И не будем сейчас брать Лео, а возьмем... Ну, можно взять, например, Паукса здесь. Тимми. И давай-ка возьмем, наверное, с вами... Раз, два, три. Ну что, будем надеяться, что без Леонардо мы здесь с вами справимся. Будет, конечно, немножко долгая битва. Но зато более-менее честная. Ну, как честная? Все-таки Паукус 60-го уровня. Я думаю, он сейчас так звездонет. Да, вы сами все прекрасно видите. Так, Майки укрепляет свою команду на атаку, естественно. И вот как он успевает второй раз сходить, а? За короткий промежуток времени, я не понимаю. Ну что, берем, наверное, с вами провокацию на Тимми. Я думаю, что его никто здесь пробить не сможет. Ох ты, Крис. Зря, зря ты, парень, так делаешь. Так, Бакстер Муха хилит. А мы делаем массовую атаку от Макмана. Хм. Секундочку. Провокацию, я думаю, не стоит брать. А вот Муху нам нужно подбить. Давай вот так вот попробуем. Да ладно. Неужели такой слабый удар у тебя? Хе. А если так? Замечательно. Ну что, наверное, добиваем мы с вами... Давай-ка Макмана, а? Мне он не нравится. Отлично. Так, Майки бомбит. Ну, естественно, Тимми тут уж не пробить. Это однозначно. А вот он сейчас звездонет. Так мало не покажется. И Крис Брэдфорд у нас тут остался. Все, друзья. Ну, как-то так. Более-менее честно, да? Не считая то, что у нас был полкс 60 уровня. Ладно, двигаемся с вами дальше. Позиция у нас становится с вами 16. Отлично. То есть, если мы еще один бой с вами выиграем, скорее всего, перейдем в Лигу Самурайев 3 звезды. Такая вот вероятность есть. Ну что, возьмем, наверное, Ассо. Нет, нет. Лучше мы возьмем вот этого вот. Потому что здесь кубков больше. Ну и уровень 46. То есть, с 40-ми здесь уже драться не стоит. Так, что же нам с вами сделать? Ладно. Возьмем на этот раз, наверное... Нет, Усаги я брать не буду. А вот Армагошу, который у нас вчера перешел в платиновый ранг, я думаю, стоит взять, да? Но опять же, есть небольшой риск. Потому что морозильная кошка слабая у меня. Мондагека тоже слабая. Сейчас посмотрим, что тут будет происходить. По кому бомбит? Вот. Вот вам и результат, друзья мои. Один удар, и Мондагека практически потерял половину хп. Я думаю, они сейчас его, наверное, добьют. Угу. Если мы с вами не подсуетимся. Так, ладно. Усиливаем нашу команду на атаку. Теперь бы успеть... Ах ты, что ж ты делаешь? Он отхилился. Так, друзья. Или нам ускориться с вами. Или бросить баллончик. Я даже не знаю, что лучше-то. Давай, наверное, бросим баллончик все-таки. Ну? Да. Не айсы. Ну и массовая атака, да? От самого Крэнга. Опа. Такая боегалока. Да ладно, вы издеваетесь, друзья мои. Ну что это такое? Ну, Крэнг, ну как ты так? Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Хотя, подожди секунду. Может быть, морзильная кошка нам здесь поможет? Ну что это за отхилл? Ну дешевый, ребята, отхилл. Ну серьезно? О, все. Все-все-все-все-все. Я понял. Мондагека, ребята, отдуплился у нас. Ну почему ты, Майор Магоша, надо было тебе вот немножко пораньше. В общем, вы прекрасно все видели. Мы потеряли своего бойца. Естественно, кубков мы получаем меньше. Но я надеюсь, да, хотя бы в Самурай 3 звезды попали. И то на сотом месте. То есть нам нужно как-то еще дальше вырываться. Так, Максим, Фло-Фло и Джессика. Джессика. Так, я думаю, что мы возьмем с вами, наверное, Фло-Фло. Да? Тут достаточно много. Точнее, два персонажа в серебре. Я думаю, что это будет для меня, как говорится, лакомство. Возьмем, наверное, мы с вами Змейка Вьюна, Змею Карай. Ну и... Не буду я уже рисковать. Тут слишком сильно. Так, 30 уровни мне не нужны в данный момент. А вот 45-й Шреддер. Слэш. И Донателло Видение, я думаю, зайдут здесь идеальненько. Так, ну что же, приступаем. Кто у нас тут? Первая ходит Змея Карай. Ну давай сделаем. Так, у нас хилер здесь Эйприл, да? Нам, по идее, нужно ее быстренько уничтожить. Хотя, все. Вы собейте. Тут осталось только Эйприл и Донателло. То есть, мы их сейчас, наверное, и добьем. Ну. Да. Все идеально получилось. То есть, мы даже не дали шансу на удар нашему врагу. Тогда мы с вами продвигаемся дальше и смотрим, куда мы перейдем. Сотое место было и становится 78-ое. Слушай, неплохо. Это очень хорошо. Стефан, Энджи и Майк. Так, смотрите, здесь даже, друзья мои, бронза затесалась у Энджи. Поэтому, я думаю, будет разумно взять именно его. Уровень максимальный здесь 45-ый. Слушай, я думаю, что мы, наверное, возьмем Карайку. Нейтрализатора. Ваньку-стиранка. Я думаю, даже не стоит здесь брать. Без него, я думаю, справимся. Раз, два, три. Два Рокстеди у нас здесь будут. Но здесь кто опасен? Конечно же, Майки. Почему? Потому что, друзья, у него есть уклонение. Если он сейчас заюзает, я боюсь, мы будем промахиваться. Как-то я не подумал об этом. Ладно, посмотрим, что у нас получится из этого. Ух, Карайка звездонула. Так, Майки Космос, давай-ка быстренько с тобой массовую атаку произведем. Ай-яй-яй, она слабая. Ну, ах, вот он что сделал. Он, оказывается, отхилил. Я думал, он будет уклонение ставить. Нет. Ладно, давай так посмотрим. Ну, ребят, сами видели, да? Нейтрализатор сделал свое дело. Тихо. Еще скажите, что мы его не добьем. А ну-ка, смертельный поцелуй. Изи. Отлично, друзья. Никто у нас не упал. Вся команда целая. Вот сейчас, называется, мы сыграли идеально. Ну, и практически никого из сильных не было. Не считая Карайки, конечно же. Двигаемся. И у нас 56-я позиция. Слушайте, неплохо. Мы сейчас с вами быстренько дойдем до Сегунов. Смотрите-ка, опять здесь Сахайл и опять же Крис. А тут вообще две бронзы. Светлана. Ну, что же, Светлана, наверное, тебе не повезло. Хотя в идеале мне нужно драться с Гиангом, да? Но я буду вот здесь вот, Светлана. Потому что, ну, халява, грубо говоря. Я ее не хочу упускать. Две бронзы как раз по мне, друзья. Так, возьмем нашу Алапекс, которая вчера, кстати, получила, да? Четвертую звезду золотую. Но, опять же, повторю, не прокачаны скиллы. И, наверное, возьмем мы здесь Шархана. Тигриный коготь. Поехали. Заварушка, как говорится, начинается у нас. Массовые атаки. Массовые атаки, да, нету их, друзья мои. У Алапекса так пока точно нету. Ну, попробуем таким вот образом. Ага, пол ХП сняли. Стреляет Шархан. Ну, неплохо он бом... Ах ты, ну, конечно, конечно же. Бакстер Муха, естественно, хиляет. Что нам сделать? Ударить или пробафать нашу команду? Я думаю, стоит пробафать. На атаку. Так, теперь волну делаем. Слушай, неплохо, да? Наверное, все-таки мы будем добивать с вами Бакстера Муху. Просто обычным ударом. Отлично. Так, ну что ты, что ты, что ты, доктор Роквалл. Успокойся, пожалуйста. Ой, тихо. Да, смотри, что делают, а. Хотят мне Леонардо уложить. Мы будем мстить, друзья мои. Так, интересно, сможет Алапекс пробить Донателло? Давай-ка глянем. Ай-яй-яй. Не вышло. Хорошо. Давай тогда попробуем веером. Эй, пелку наичи добила. Молодец. Слушай, вот этот вот опасен парень. Я знаю, что он может вычудить. У него есть суперудар. Фух. Был точнее. Хе. Ну и что? Крис Брэдфорд? Ай-яй-яй. Не добили? Слушай, давай возьмем, наверное, с вами провокацию. Да, так будет лучше. По крайней мере, мы не потеряем с вами Леонардо. Так, он делает защиту. Добиваем, скорее всего, мы с вами Криса. Ага. И Роквелла. Нет. А если вот так? Идеально. Ну что, друзья, неплохо сыграли, согласитесь. Ну и мы с вами продвигаемся, конечно же, дальше. Сейчас посмотрим, на какую позицию мы переместимся. Криса была 56-я, становится 30-я. То есть, ну, как говорится, максимум еще два боя, и мы с вами будем в сегунах. Так, Джейсон, Богдан и... Опять Светлана? Опять Светлана. Ну, я выберу, наверное, Джейсона. Да. Тут два серебряных бойца. 47-й уровень. Это максимальный. Кстати, а что у меня? Нет, все нормально. Бойцов пока достаточно. Возьмем Майки. Кстати, слабое звено. Берем Крипа. Еще одного Майки. Возьму, наверное, я сюда Сплинтера. И для подстраховки Ваньку Стиранко. В общем, провокатор будет Крип. А добивающим будет, естественно, Ванька Стиранко. Я надеюсь, он меня не подведет на этот раз. Так, ну и не забываем, что хиллер у нас, это Микеланджело. Хотя этот скилл вообще очень плохо прокачан. Это что такое? Это что за урон такой был? Ничтожный. А мне это совсем не нравится, друзья. Ну, давайте, наверное, вот по этому бибобчику зарядим. Бейсбольным мечом. Постепенный урон. Это хорошо. Этот Майки не стал снимать, да? Бафы он решил выстрелить. Тогда, Ванька Стиранко, давай. Не подведи. Слушайте, что-то как-то мне не нравится. Хиллер у нас вот этот. Нет, вот этот вот. Именно вот этот бибобчик. Хм, я вот думаю, добить его или пробафаться. Как думаешь? Наверное, я все-таки его добью. Не вышло. Подожди, постепенный урон так мало отнял. У него ХП? Да ну. Сейчас они, по-моему, мне ушатают, да? Кого-нибудь? Нет? Слушай, пока живем. Пока живем. Ну что, делаем провокацию на Крипа. Провокацию на Крипа. И, наверное, все-таки надо добить его. Добили бибобчика. Хиляться, я думаю, пока нет смысла. Давай, наверное, сейчас зарядим по Рокстеди. Ну-ка. Ай-яй-яй. А если вот так бомбанем? Ну, Ванюша. Молодец. Красавчик. Добьешь? Да. Сплинтер добивает оставшуюся бибопа. И мы с вами нормально проходим. У нас все персонажи выжили. Ну, Ванюша, конечно, сейчас, мне кажется, с гранатомета бомбанул лучше, чем со своего пулемета. Может быть, мне так показалось, по крайней мере. Так, ну что, у нас седьмой ранг. Лига Самураев 3 звезды. Мы с вами продолжаем. Сейчас должны уже залететь, как говорится, в Сегуны. Максимка. У него два персонажа. Так, нет. Мы с вами возьмем Энджи, потому что здесь 47-й, 48-й, даже 46-й уровень. Вот эти два персонажа у нас в серебре. Тут тоже серебряный, но уровень повыше. Поэтому выгоднее нам с Энджи Драци. Поехали. Хотя тут кубков чуть-чуть будет поменьше. Возьмем Рокзара, да, Донателла. Так, Усаги мы, наверное, оставим на потом, на вкусненькое. Возьму Эпил, Шредера и Хана, да. Взять мне Хана. Ладно, хорошо, пускай будет. Я думаю, что Рокзар меня здесь не подведет в своей провокации, да. Также у нас есть Шредер, Хиллер и массовая атака. В общем, должны здесь вправиться с вами. Что сделаем? Снимем. Давайте, ребята, понизим защиту нашему противнику. Не забываем, что вот этот Майки может снять все антибафы с себя. Теперь массовую атаку от Шредера. Неплохо бомбанули, да, согласитесь? Да, он снимает, ребята, антибафы. Так, а мы с вами... Что, иммунитет на себя повесил, да? На всякий случай. Хорошо. А мы продолжаем. Так, кого нам нужно с вами в первую очередь? Да иди ты в пень! Ёлки-палки, Майки, ну хорош. Ай-яй-яй, ну ладно, давай так попробуем. Ага. Не зря я прокачал ему сюрики. Не зря, друзья мои. Так, хиляться я пока не буду. А вот сможем, интересно, пробить Бибобчика или нет? Должны, по идее. Шикарно. Дальше у нас кто? Давай-ка вот этого. Нет, вот этого. Леонардика мы с вами снесем отсюда. Идеально. Так, Майки пробить сможем? Окей. Нормуль и добиваем, скорее всего, Микеланджело. Ну что же, опять же идеальная победа и довольно неплохо мы с вами здесь сразились. Слушай, Аренко нам сегодня фартит. Фартит. Всего лишь один фейл у нас был, да? 91 ранг. Ну что, Лига Сегунов, одна звезда. Отлично, идем. Но эпопея на этом не заканчивается. Так, Никита Влад. Никита Влад. Давай, наверное, возьмем с вами Никиту. Я бы взял этого, но тут Абдурахман, короче. Давай Абдурахмана возьмем. Возьмем Абдурахмана и... Раз, два, три. Слушай, рискованно брать двух хилов, да, в эту команду. Тут у него Бакстер Стокман. С ним шутить-то не стоит. Возьмем, наверное, Усаги сюда и... Криса Брэдфорда. Вот таким вот образом попробуем сейчас сыграть. Меня, конечно, Кирбис здесь не особо радует. В нашей компашке. Я думаю, сейчас его быстро тут раскатают. Но мы попробуем выжить. Так, ну что, Усаги? Усиляй нашу команду, пожалуйста. Сделай только хорошенько, а. Слушай, ну неплохо. Двойные атаки повесил. И контратаки. Ну что, начнем, наверное, мы с Бакстера Стокмана. Попробуем его пробить. С удара просто уничтожили. Так, теперь, скорее всего, надо нам браться за Донателло. А ну-ка. Ёлки-ты-палки, что-то как-то кисленько. Двойная атака, да, у него? А ну-ка, попробуем. Раз. Два. Кисло. Кисло. Конечно, Кирби бьет очень слабенько. Не надо мне трогать Бибопа, пожалуйста. Не надо. Видите, да, сколько у него уже здоровья. Мы можем здесь сфейлиться ненароком. У меня провокатора нету здесь. Ё-моёшечки. Так, ну-ка, попробуем пробить. Нормуль вышла. Так, повесить дополнительную защиту. А зачем, если у нас уже висит она? Давай тогда вот так сделаем. Ну, неплохо. Так, у нас не двойная атака, у нас контратака. Давай, наверное, Рокколу попробуем убрать. Изи. Хильнуться? А зачем? У нас вроде бы здоровье пока нормуль. Давай тогда Бибопа попробуем, наверное, уничтожить. Да? Попробуем, попытаемся. Нет, это не Кирби вообще ни о чём. Это Вата, друзья мои. Атакер из него вообще никакой. В принципе, и Крысиный Король тоже у нас не особо такой сильный боец. О, вот это я понимаю. 71 уровень, да? Крис Брэдфорд просто ладошкой, как говорится, по щёчинку дал, и тот отдуплился. Ну, так и должно быть у нас в идеале. Ну что же, давай посмотрим, на какую позицию мы с вами переместимся. Была 91-я, становится 72-я. Так, а бойцов-то у нас всё меньше и меньше, да? Светлана, Николай и Чад. Ну, я так думаю, что здесь нам выгодно взять Светлану. Возьмём Светлану. И, по-моему, да, друзья мои, последний, заключительный у нас с вами бой. Потому что, погоди-ка, Бакстер Муха. Ну, бойцов-то, конечно, много. Можно сыграть через Леонардо, но мы не будем с вами, да, уж наглеть так сильно. Ладно, этой командой соиграем. Потом пойдём уже проходить испытания. Ну, тут даже и говорить нечем. Сейчас просто будет бомбочка, да, наверное. Уклонение я даже ставить здесь не буду, потому что они так и так не попадут ни по кому. А если и попадут, то здоровье практически не отнимут. Так, и... Ну, давай обычную атаку сделаем. И добьём. Вот, просто ракетами. Всё. Отлично, ребята. Идеальная победа. Мы с вами где-то на 50-е, наверное, или 60-е место приземлимся. Вот, была 72-я позиция и становится 52-я. Отлично. Меня устраивает пока. И, конечно же, давайте зайдём в магазин. Посмотрим, что у нас тут. Эйприл и карайка-змея. Ну, они нам не нужны. У нас по максималке, да, ДНК на них. По жетонам у нас тут всё кисло. 25 штук. Кстати, кого мы будем с вами искать в следующий раз, а? Может быть, нам прокачать шинегами? Как ты думаешь? Или же, опять же, искать ДНК на Алапекс? Ну, шинегами у нас сама по себе слабенькая. У неё мало звёзд. Можно, в принципе, заморочиться этим? На 715, да? Нам 15 фишек не хватает, чтобы приобрести 3 ДНК на кроликов. А потом ещё столько же нужно будет найти. Да, как-то долго мы с вами открываем персонажей кроликов. Ну что, переходим в испытания, да? И городская война. Свет в темноте. Ну, и первый у нас противник – это Бакстер Муха. Поехали, друзья. Нам дают имбу. Я сюда беру ещё Донателло до кучи. Ну, как говорится, не пропадать же персонажу, да? Ставим здесь на автобой, потому что, ну, тут 10-й уровень врагов. Они их просто сейчас как орешки пощёлкают. Всего лишь 3 волны. Ну, всё это быстренько у нас пройдёт. Кстати, следующий и следующий бой тоже будет на автобое, потому что, ну, там будет какой у нас? 20-й, наверное, уровень максимальный, да? Потом 30-й, 40-й, 50-й. Слушай, я думаю, мы, наверное, это испытание пройдём полностью. Ну, потому что нам дали практически всю имбу. Хотя, кто его знает. В тот раз я тоже думал, что мы пройдём с вами полностью испытание. А как оно вышло? Нет, мы прошли, да, я не спорю. Мы получили с вами кожеголового, да? Но не на 3 звезды, то есть не идеально. Так, что у нас здесь? Саблезубчик, да? Следующий у нас паренёк, да? ДНК получим на саблезуба. Но, насколько я помню, у нас саблезуб вроде бы тоже прокачан полностью. То есть нам не хватает осколков, да, золотых, для того, чтобы его проапать. А так, в принципе, вон, всё в идеале у нас. Ну что, вторая волна. 20-й уровень, как я вам и говорил. Тут вообще никаких проблем не должно быть. И не будет, в принципе. Вот единственное, что меня смущает, почему здесь 4 волны. На втором эпизоде уже 4 волны. И будет ли здесь у нас какой-нибудь босс? Тоже интересно мне знать. Так, ну что, вот он саблезубчик. Сразу же получил люлей. Так, маузеров вынесли. Ну и роботов-кланфутов тоже мы с вами разнесли в пух и прах. Двигаемся дальше. Как говорится, незамедлительно. Не будем здесь зацикливаться слишком долго, да? Результат нам известен. Саблезуб, как говорится, в кармане. Хан, потом Рахзар. Ну, грубо говоря, нам вот эти вот персонажи в данный момент вообще не нужны. Рахзар у нас прокачан полностью. Хан. Ну, Хан, ребята, тоже может прокачаться. Опять же, опять же, весь вопрос в осколках. Если бы мы с вами где-то могли бы их фармить, мы бы уже давным-давно с вами прокачали бы многих персонажей. Просто, наверное, ну не в платину, но хотя бы в золотые ранги пятизвездочные. Мы бы их точно перевели. С осколками на платину очень тяжело. Они не выпадают нигде, кроме как вот по окончанию недели, да? Можно их заработать. И все, в принципе. А так со всяких паков или на испытаниях мы зарабатываем только максимум золотые и серебряные осколки. Что и напрягает, в принципе. Так, ну что, друзья. Следующий у нас Арахзар. Потом идет Бибоп. В общем, нам нужно с вами драться до приемлемого персонажа, который нам действительно нужен. Давайте автобой. Сороковой уровень, как вы видите. Разносим в пух и прах. Тут опять же три волны. Странно. Там было четыре, тут уже опять три. Ну, естественно, тут все буквально враги на один удар нам. У нас тут слишком сильная команда. Да, конечно, Донателло слабенький, 69 уровня. Кстати, надо будет ему как-то прокачать, наверное, да? Чтобы он был уже 70. А потом, когда он уже будет в 80 или 90 уровне, мы его возьмем в основную пачку. Да? И пускай он будет у нас. Отлично. Саблезуба добили. Три звезды. Идеальная победа. Что тут скажешь. И мы с вами двигаемся дальше. Так, это ДНК у нас на Арахзара. Следующий Би-Боб. Ну, вот. Вот уже отсюда. С шестого эпизода уже идут Рокстеди. Он нам нужен. На седьмом у нас идет Тигринный Коготь. И на восьмом Шреддер. Ну, навряд ли мы с вами дойдем до восьмого. А может быть дойдем, но пройти врядь сможем. Хотя, кто его знает. 83, 80, 92 уровень. Наверное, пройдем, но не на три звездочки. То есть, есть вероятность, что Шреддера, ДНК мы получим с вами. Так, уже, как видите, 50-й левел. То есть, на следующем эпизоде, я думаю, Донателло брать не стоит. Ну, а если брать, то надо будет его защищать, как Зенит Цуока. Потому что, я больше чем уверен, будут атаковать именно его. Слушайте, вот я прокачал всю реке на ему, да? И вы сами видите, как он стал бомбить. Просто божественно. Массовая атака очень хороша у него. Надо будет прокачать еще. Ну, хотя бы до стадии, наверное, шестой. И тогда будет вообще имба. И, кстати, вот защиту тоже нужно будет ему прокачать. Так, Рахзар взял провокацию. Но это зря, конечно же. Майки, можно было без этого обойтись. Без твоего танца. Потому что здесь враг довольно слабый. Ну, вот зачем Железноголовый сейчас на одного, на одного противника потратил массовую атаку? Да, конечно, искусственный интеллект здесь хромает очень сильно. Так, ну что, этих самураев мы с вами убиваем. Естественно, никакого урона не получаем. Хм. Рафаэль взял провокацию. Для чего? Не понимаю. Может быть, чтобы быстрее их всех добить здесь? Отхиливается, да? Хе-хе-хе. И муха-муха. Не поможет тебе тут отхил твой? Кстати, вот этот вот удар, да, у Доника, когда он бросает бомбочку, тоже надо прокачать. Но единственное, что это одиночная атака, не массовая. Ну что же, вот у нас ДНК и на Бибопа, да? Ну что, поехали на шестой эпизод. Здесь у нас будет ДНК на Рокстеде разыгрываться. Четыре волны, кстати, здесь. И смотрим, какой уровень, друзья мои. Шестидесятый. Здесь я, пожалуй, поиграю уже сам, потому что я боюсь за Донателла. Но мне кажется, что они будут атаковать его. Хочу, конечно, ошибаться. Так, хилер у нас. Ну, в принципе, с двумя хилами мы с вами здесь должны справиться. Так, добили. Двигаемся дальше. У нас вторая волна. И здесь клан футовцы. Точнее, киборги эти, да? Массовая атака Дони. Ну, неплохо, неплохо. Он вжаривает, почти пол хп снес всем. Так, уничтожаем этого охламона. Отлично. Так, массовую атаку я применять пока не буду. Незачем. Итак, справимся с вами. Ай-яй-яй. Тихо, надо Донателла, ребята. Так, он взял провокацию, да? Хорошо, парень. Минус. И минус. Третья у нас здесь волна. Какие-то матрасы валяются на улице. Ага, Рахзар, да? Я думаю, что вот здесь стоит уже взять, ребята, уклонение. Потому что здесь Хан, он еще тот псих. Или защиту взять, да? Ну, давай возьмем защиту дополнительную от Доника. Теперь вертушечку можно, в принципе, да? Давай вертушку пропишем. Отлично. Рахзарчик только выжил. И мы его, естественно, добиваем. Так, и вот она четвертая последняя волна. Здесь у нас кто? Бибоб, Рокстеди. Ну и Бакстер Муха. Естественно, сразу же возьмем провокацию на Рафаэля. И, в принципе, все, ребята. Мы с вами в куражах. Ну-ка, железноголовый, бомби. Хорошо бомбанул, да? Давай-ка, наверное, попробуем вот так вот сделать. Ай-яй-яй. Ну, я говорю, слабенькая атака у него. Добивает у нас Лео Муху. Так, попробуем, наверное, сделать вот такой маневр. Не добили. Бибоб, по-моему, с вами не добили. Но Рафаэль, конечно же, это сделает. И давай вот так вот. Пробьем. Сто пулок, говорю, пробьем его. Хе-хе-хе. Отлично. Там еще был постепенный урон на него повешен. Так, победа идеальная. И мы с вами двигаемся дальше. Сейчас, кстати, вот будет ДНК на Тигриного Когтя разыгрываться. И это очень хорошо. Это очень хорошо. То есть, эпизод восьмой и седьмой остаются, да, у нас? Ну-ка. Я думаю, что Донателло здесь уже нам не нужен. Мы попробуем без него пройти. 75-й уровень. У врагов пять волн. Четыре персонажа. Ну что же. Взяли волю в кулак и погнали, как говорится. Ну, без уклонения попробуем. Давай вот так вот, наверное, добьем его. Ать, отлично. Ну, чувствуется мощь, конечно, уже. Смотри. Ох, елки. Ты нифига он прописал, друзья мои. Смотрите. Вот это да. Вот это он вжарил. Опасно. Опасно с ними драться. Ладно. Нам нужно как можно быстрее их уничтожить здесь. Ну-ка. Пробьем. Пробили. Переходим на вторую волну. Слушайте, а следующее, наверное, вот следующий эпизод будет действительно напряженный. Если мы здесь с вами уже немножечко отгребаем. Массовую атаку, может быть, сделать, а? Давай бомбанем. Так. Хорошо. Уклонение я пока не буду, наверное, тратить. Оно нам пригодится дальше. Так. Маузер. Ай-яй-яй-яй. Опасно, друзья мои. Опасно, вот когда он так делает. Но у нас есть два хила, да? Это Лео и, естественно, Майки. Ну-ка, добьем. Нормуль. Так. Третья волна. Здесь Хан, Саблезуб и Рахзар. Вот здесь вот надо, друзья мои, наверное... Блин, провокацию, что ли, брать? Нет. Я сделаю так. Ярость Рафа. Я усилию свою команду на атаку. А вот теперь... А что теперь? Теперь, наверное, нам нужно поджарить Рахзара, я думаю. Отлично. Постепенно урон повесили. Теперь вертушечку, наверное, закатим. Да. Я думаю, что это будет лучший вариант. Ага, остается Рахзар. Уклонение. Давай поставим, наверное, с тобой уклонение, да? Чтобы для следующего боя оно у нас сохранилось. Ай-яй-яй, что ты делаешь? Промахнулся. Замечательно. Ну что же, Саблезуба мы сейчас с вами добьем. И последнее. А, нет, ребята. Это только четвертая волна. А что это я так сгорячухи? Кто же здесь будет босс? Неужели у нас Шреддер или нет? Что-то я не помню. Так, надо нам сносить, наверное, вот этого паренька. Рокстаги, да? Ммм, постепенно урон не повесили. Плохо. Печалька, на самом деле. Хиляться? Нет, пока я не буду. Попробуем так пробить. О-о-о-о-о. Что-то кисло-то. Ну-ка, а так если? Отлично. Лео, ты красавчик. У нас пока уклонение есть. Поэтому вряд ли они будут попадать по нам. Так, что ты делаешь? Они лучами своими бомбят, эти самураи. Ну и за это, конечно же, получают ответочку. Ну, давай попробуем добить все-таки. Ага, Рокстаги упал. Маузер упал. И остается вот этот вот самурай-киборг. Ну-ка. Отлично. Последняя, ребята, волна. Там у нас Шреддер. Тигринный коготь и Бакстер-муха. Так. Смотрим, смотрим и думаем. Давай, наверное, начнем с когтя. Единственное, что я боюсь, сейчас этот будет хилять. Нет. Мы с вами вынесли когтя. Теперь... Что теперь? Теперь, наверное, попробуем... Блин, а они оба хила, да? Что Шреддер может хилять, что Бакстер-муха. Ну, давай посмотрим, успеют ли они. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, он массовую атаку решил сделать? Я думал, он будет хиляться на самом деле. Слушай, минусанули. Замечательно. Ну, муха здесь нам ничего не сделает. А вот эти вот поганцы, да, могут нам здесь навредить. Так, что, будем хиляться или так пробьем? Так, уничтожим этого. Теперь провокацию нет. Я не буду брать. Давай просто бомбить. Почему промахнулись мы? Непонятно. Мы с вами просто сейчас промахнулись. Тупо. А ну-ка, если так. Отлично. Так, он хилку потратил. Мы... Ну, давай уклонение поставим себе. Можно было бы, конечно, не вешать. Я думаю, мы так бы справились. Ну, для подстраховки. Мало ли там чего. Ну, ответочку. Оп. Отлично. Так, наверное, мы его сейчас добьем. Нормуль. Ну, и что? Муха остается у нас тут, да? Навозная. Муха навозная, которую мы сейчас уничтожим. Да, друзья. Очень хорошо получилось. Ну, что же. Мы переходим с вами на последний, восьмой эпизод, где мы с вами получим ДНК на Шреддера. Тигринок. Вот почему одно ДНК, ребят? Да, могли быть две штучки, но все-таки седьмой эпизод, как говорится, ближе к финалу. Также у нас здесь тоже, друзья мои, одно ДНК на Шреддера. Но здесь можно будет по фарте. Это если мы пройдем на три звезды. Шреддера, Тигриного Когтя, Рокследи и Бибопа. Я бы, конечно, с удовольствием бы хотел получить карточки именно ДНК на Когтя. Там у нас, если честно, по-моему, не очень-то и много нужно. Дайте-ка я гляну. Да вы посмотрите, у нас не хватает всего лишь пять ДНК. Всего лишь пять ДНК, и он у нас будет... Пять звезд золотых иметь. Слушай, ну это достойно. Попробуем, короче, пофармить, да? Потом. То есть цель у меня как бы есть. Пофармить Когтя. Всего лишь нужно пять ДНК. Это не так уж и много. Так, ну что, друзья, давайте продолжать. У нас тут Шреддер, как говорится, на розыгрыше стоит. Блин, 85 уровни. Слушай, я сомневаюсь, что здесь мы с вами сможем пройти на три звезды. Это тем более пять волн. Но здесь будет, конечно, очень сложно. Очень сложно. Здесь без уклонения вообще нам делать нечего, на самом деле. Так что давайте сразу же запускать. Опять же, я повторюсь, вряд ли оно нам поможет. Вы видите, да? Пробивает таки. Ай-яй-яй, у нас с вами на крит атаку, да? Баф висит. Ну что ж, давай начнем потихоньку, наверное. Ай-яй-яй, даже не пробили, прикинь. Так, ответочку. Вот Рафаэль в этом плане очень хорош, друзья мои. Очень хорош. То, что он всегда делает ответный удар. Это просто вот красота, на самом деле. Так, живет, гаденыш, живет. Майки вряд ли добьет его, да? Понятно. Промахиваются. Это все, ребята, наше уклонение. Так, давайте мы, наверное, вот этого вот уничтожим. Теперь красненького. Красненького, да? Да, мы тут с вами задержимся по ходу дела. Супер атаку что ли сделать? Нет, давай просто ноунчаками будем бомбить его. Сейчас неплохо, кстати, прижарили, да? И добиваем его. Первую волну мы с вами прошли. Переходим на вторую. А опять же здесь эти киборги-самураи, да? Уже их тут аж пять штук. Ладно, давай по этому, потому что на нем повышенная атака висит. Так. Провокацию. Нет, не будем мы брать провокацию с вами. Будем... Слушай, давай-ка... Хотел усилить команду, но увидел, что у нас вот здесь у половины команды и так висит усиление на атаку. Так что не стоит с этим заморачиваться. Давай вот так вот бомбанем. Ух ты, как четенько, да? Пробьем вот этого, наверное, да? Попробуем. Отличненько. Так. Ну, как обычно, ребята, они бомбят. Он получил в ответ. И добьем? Нет. Ну, майки, елки-то палки, не смог добить. Отлично. Переходим на третью волну. Пока все идет хорошо, друзья мои. Ну, это... А, вот. Вот уже пошли персонажи. Они у нас 85-х уровней. То есть, в первую очередь, конечно, надо уничтожить Рокзара. Но получится ли? Так, постепенно урон... Он будет, ребята, в любом случае брать провокацию. Как пить дать? Давай-ка мы возьмем с вами уклонение. Возьмем уклонение и вертушку, что ли? Нет, давай так вот попробуем его пробить. Постепенно урон добьет, наверное, я думаю, да, его? Для подстраховки я все-таки вот так сделаю. Отлично. Так, муха. А, ну, правильно, ребята. Так бы он бы, наверное, включил отхил. Но так как мы Рокзара подбили, естественно, он стал атаковать. Хилку я пока тратить не буду. Давай начнем с облезуба, наверное, бомбить. Так, я в смятении. Давай попробуем вот таким вот ударом. Может, постепеночку повесим? Повесили. Ну-ка. Ай-яй-яй, он выживет. Он выживет, потому что муха делает отхил. Слушай, нам, наверное, пора чуть-чуть хильнуться или не стоит пока? Ладно, потерпим еще маленечко. Так. Ударили. Ёлки-по. Я думал, сейчас он добьет Рафаэль. Но... О, тихо-тихо. Вот, друзья, уже опасно. Уже опасно. Смотрите, у нас постепенно урон висит. Плюс у Майки очень мало здоровья. И вот эти вот охламоны довольно не кисло бомбят. Так, я, наверное, добью, с вашего позволения. Ага, добил. Так, что? Ну, придется взять провокацию. Перестрахуюсь я лучше. Ну, добьешь. Добил. Железная голова добила. Так, все. Врубаем отхил с вами. Потому что постепенно урон висит. Будем потихоньку тратить с вами здоровье. А мне это не нужно. Так, муха. Что ты там делаешь? Заморозку бросил, ты прикинь? И заморозил. Ну, правильно, он 85-го уровня, друзья мои. А, Рафик у меня 83-го. То есть мы... И здесь постепенно... Эй, вы хорош уже, а? Смотри-ка, как Лео уничтожил этого муху-то. Ха, подрезал крылышки-то. Так, это у нас какое? Это третья волна всего лишь, да? Еще две впереди, получается. Да, тяжело, тяжело. Да, друзья мои, еще две волны впереди. Так, здесь у нас кто? Да, тут коготь плюс носорог, да? Рокстеди. Давай, наверное, вот так сделаем. Бомбанем массовую атаку. Ага. Так, ну и, скорее всего, нам нужно пробить Рокстеди. В первую очередь. Ага, ответочку. Молодец, Рафик. Этому тоже врежь. Смотри, не падают, а? Ну-ка, уничтожим Рокстеди. Да ну, хорош, вы че, как вот так? Вот, отлично. Давай-ка, наверное, вот так сделаем. Ага, шикарненько. И пробиваем. Нет, не пробили. Почему? Непонятно, что это такое, а, ребят? Что это у него за... Забав такой висит. Ну что же, вот пятая заключительная волна. В плане... Супер Шреддер здесь? Слушайте, друзья, получается, я этот эпизод вообще не проходил, потому что я не помню, чтобы в этом испытании был... Что? Какой я мимо? Ё-моё. Какой я мимо, может быть? Провокацию брать, не брать, я даже не знаю. Слушай, это, наверное, просто я вот так вот сделаю. Ага, неплохо. Что он тут будет сейчас сделать? Бомбит. В кого? Нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет, парень. Так дело не пойдет. Не надо мне майки вложить. Еще, что ли, хернутся разочек? Хорошо, хернемся. Блин, мне нужно уклонение, друзья мои. Мне нужно уклонение. Да что ты привязался так, майки, а? Ты достал уже. Ну-ка. Блин, зачем я это сделал? Только потом уже увидел, друзья мои, что у него был шлемак. Да иди ты в лес. Господи, почему ты так... Все, я беру провокацию, друзья мои, на железноголового. Выдержит. Да он и здесь бомбит, не кисло, а? Слушай, там один ход осталось нам до уклонения. Выживем ли? Я не знаю. После каждой атаки он вешает на себя шлем. Да, друзья, уклонение. Надеюсь, нам это поможет хоть как-то. Тихо-тихо-тихо, не попади. Ага, промахнулся, да? Отлично. Берем провокацию теперь на Рафаэля. Вот так. Бомбим. Да е-мое, у него опять шлем. Я все время забываю, что шлемак у него висит. Так, сейчас мы шлем ему снимем. Нифига не сняли. Почему? Так. Две атаки сделали. Хорошо. Попробуем вот так вот. Слушай, Рафик, главное держись. Да как ты можешь так делать-то, а? Как он, друзья, так делает? Блин. Очень тяжело. Слушай, да какой-то тут вообще имба. Просто ты посмотри, я его сколько тут колупаю. У него здоровье только половинку снялся. Сейчас убьет он. Боюсь, убьет, убьет мне Рафика. У меня есть хилер. Хилер. Хилка, точнее, хилер. Ну. Ага. Ага. Ну, ребята, фу. Спасение хоть какое-то. Хоть мимолетное, да? А, у нас провокация окончилась. Все, массовая атака пошла. Нет. Нет, ребята. Ну, как так-то? Да иди ты в пень. Я не могу понять. Да что это за имба такая, друзья мои? Ну, как, как, как с ним тут трындец? Просто уложил, ушатал. Слушай, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Дай-ка я подумаю хорошенько, что мы можем здесь с вами замутить. Ясен перец на три звезды нам не пройти. Восемьдесят пятого уровня. Здесь, главное, не указан у нас. Посмотрите, здесь не указан у нас, что будет шреддер. Тут вот, видите, кто? Хм. Интересно. Так, у нас с вами еще есть сыр. Я даже не знаю, попробовать еще, что ли, разочек? Блин, ну мне очень сильно хочется пройти. И в то же время сложно это как-то. Блин, я в замешательстве, друзья мои. Я в замешательстве, потому что... Ну, что мы можем здесь сделать? Улучшить мы явно ничего не можем. У нас тут прокачка практически фуловая, да? Здесь то же самое. Ну, вот тут, ну тут немножко хромает, конечно. Вот это вот обычная атака, да? И супер атака. У железноголового, ну, практически норму все, да? Зэк. Ну, зэка нам не дают. Хм. Ладно, друзья, давай я еще одну попыточку сделаю. Как говорится, была не была. Но мне кажется, что я его не пробью. Не смогу. Как он там начал лютовать? Это что-то с чем-то. Здесь, я думаю, что можно уже, наверное, и Донателло взять. Все равно не пройдем на три звезды, да? Фиг с ним. Давай попробуем. Просто мне хочется пройти этот эпизод. Пускай даже не на три звезды. Но просто пройти. Да, бедный, конечно, Донателло. Он сейчас быстренько тут оттуплится. Так, естественно, будем с вами через уклонение работать. Бедные Дони, а? Что-то они сегодня разлютовались. И не на шутку причем. Так. Слушай, ну, тут, я думаю, можно, да? Даже в начале игры потратить все суператаки. Потому что они в дальнейшем еще успеют откатиться. Так что, как говорится, экономить незачем. Отлично. Так, ну, добиваем вот этого вот. И этого киборга-самурая тоже сейчас мы уничтожим с вами. Давай просто обычными атаками. Нормуль. Так, вторая волна. Здесь у нас пять киборгов этих стоит, самураев. Мы обычно здесь с вами что, применяли? Массовую атаку, да? Да, у нас железноголовый здесь бомбил, я помню. Так, сюрики. Неплохо, я тебе скажу. Так, вертушку. Нет, я думаю, тратить не стоит. Давай просто обычной атакой добьем. Так, бьют по майке. Ага. Вот чаще бы срабатывала двойная атака у майки. Было бы намного проще все бы у нас. Смотри, что сделали, а. Заблокировали способность мне. То есть железноголовый уже не сможет выстрелить массовой атакой. Обидно. Я могу взять провокацию, или я могу усилить свою команду. Или могу просто бомбануть и добить его. Вот так сделаем. Пробьем, интересно? Ага, шикарно. Ага, вот этого. Неплохо. Доня, молодец. Круто. Уничтожили. Так, остается вот этот вот. Оранжевый, да, у нас? Хильнуться, что ли, а? Как думаете? А, у нас заблокировано все. Ха, вот тебе хильнулись. Добил. Молодец, майки. Так, третья волна у нас. Блин, этот шредер меня не покидает. То ощущение, что мы сейчас опять с вами сфейлимся. В общем, делаю я здесь провокацию. Да? И начинаем бомбить. Массовыми атаками. Так, минусанули. Давай, наверное, мы попробуем. По идее, нам нужно уклонение брать, да? Ладно, возьмем уклонение. Не будем рисковать с вами лишний раз. Я знаю, что Рокзар сейчас, наверное, возьмет провокацию. Да ты достал. Его попадает же, а, упырь. Попадает, и мало того, что попадает. Еще и срабатывает у него все это дело. Эй, 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 эй. Тихо, тихо, тихо. Что-то, что-то раздухарились. Посмотри-ка, что получается. Я все-таки возьму отхил от Лео. Ну, вы сами понимаете, почему. Потому что Рафаэль почему-то сдает позиции по полной программе. Ну, что ты тут? Да как вы так делаете-то, а? Бедный Раф, а? Ну-ка. А, тут же провокация висит. Тут же висит провокация. Он такой сильный, когда вот... Нет, 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 парень. Парень, подожди. Мне придется сделать вертушку, друзья мои. Эть, добьют, да? Фу, мимо. Хильнуться-то успеем. Провокацию взять на железноголового. Ну, ладно, хорошо, я попробую, друзья мои. Да дайте мне отхил-то, господи. Где майки? Должен отхилять. Вот, вот, все. Спокоен, я спокоен. Да, Рафаэль как провокация... Да чтоб тебя он взял, постепенный урон еще повесил мне. Как говорится, на дорожку, да? Закинул. У меня Донателло живучее, чем Рафаэль. Так, ладно, друзья мои, шутки в сторону. Начинаем пробивать... Бибопа. Попытаемся. Ух, с удара снесли. Это круто, на самом деле. Теперь давай, наверное, когти, да? Когти. Тигринного когтя. Да я просто... Что-то... Заничтоженная такая атака у нас получается. Это все приберегем на шредера. Так, уклонение, да? Массовая атака. Хорошо, пошли сюрики. Пошли сюрики. Кого будут бомбить? Так, у нас... У нас, кстати, хил в ближайшее время намечается или нет? По-моему, у нас разбор полетов намечается в ближайшее время. Да ты смотри, что творят, а! Что-то у нас тут все зарябило как-то? Некрасиво. Некрасиво зарябило у нас. Так, минус на нули. Слушай, друзья мои, у меня все заблокировано. Я даже не могу хильнуться. А Шердард уже на подходе. Еще и постепенно урон висит у нас. Давай попробуем так вот, уклонение. Жалко, что уклонение не может нам помочь в избежании, так сказать, постепенного урона. Ой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как было, было печалька, ребята. Была печалька на самом деле. М-м-м-м. Да когда же от хилта у нас появится? Господи, а! Ну, молодцы, молодцы. Мы дошли с вами до Шередера. Со здоровьем у нас вообще не алло. Хиляемся, конечно же, хиляемся. Не знаю, как нам это поможет. Ну, он в железноголового, да, бомбит? Потому что у него пониженная защита. Твою же налево. Пока у него нету вот этого шлема, давайте бомбить. Бомбить максимально. Что это за нелепое это... Что он, включил от хил, что ли? От хил плюс защиту дополнительную. Да ладно. Серьезно, что ли? Ну-ка, попробуем так сделать. Промахнулись. Промахнулись, друзья мои. А ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Ох, как сейчас было... Сейчас было шикарно. Давайте хильнемся. Потому что от Майки здесь покатул. Мало. Что он сейчас будет делать? Естественно, массовая атака пошла, пошла, пошла. И... И пришла, блин. И пришла. Ты посмотри. Ты посмотри, как он... Не, друзья мои. Мне кажется, что... Это беспонтово. Беспонтово его бомбить. Он себе все здоровье вернул опять. Ёлки-ты-палки. Нет, лучше бы он ставил себе баф на шлем. Чем вот от хилла. Ну, как тут быть-то? Ну, вы сами прекрасно все видите. Сами прекрасно все видите. В общем, этот супер-шреддер, это какая-то имба, ёлки-палки. Я его не могу пройти. Да, друзья. Две попытки. И, как говорится, мимо кассы. Я еще попробую. Время все-таки у нас есть. Я попробую. Каким-то макаром пройти этот эпизод. Восьмой. Но уж больно мне хочется завалить этого супер-шреддера. Ну, а с вами будем прощаться, друзья мои. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok